Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Промозглым, пасмурным, хмурым, осенним вечерком нет ничего лучше, чем разобрать и расслушать коллекцию каких-нибудь парфюмерных шедевров, чем мы сейчас вместе с вами и будем заниматься. Итак, представляю вашему вниманию аромабокс из интернет-магазина Рандеву с топовой подборкой топ-8 ароматов Серж Лютанс. Итак, в интернет-магазине Рандеву сейчас, если вы смотрите меня, собственно, то сегодня-завтра и ближайший промежуток времени происходит акция «Черная пятница» и акция на вот эти вот аромабоксы, волшебные коробочки, подарочный формат на магнитике. Сейчас 35% скидочка, к тому же присутствует блогерский промокод. Вот очередной раз, вдруг кто не знает, делюсь с вами своим многоразовым, бессменным, именным персональным промокодом, который даст вам скидочку на все товары в интернет-магазине Рандеву в размере 10%. И кроме того, мой промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Любой аромабокса, который есть в интернет-магазине Рандеву, а там их огромное множество на разнообразной тематике, монобрендовые, мультибрендовые, люксовые подборки, нишевые подборки, мужские и даже по знакам зодиака являются лучшим подарком как себе любимой, себе родной, так и родственникам, коллегам, друзьям, близким. По любому случаю, вот сколько я дарила, такие вот подобные аромабоксы, все были просто счастливы. Итак, Серж Лютанс ТОП-8 ароматов. Давайте еще раз посмотрим, как это выглядит. Итак, мы здесь с вами видим 8 флакончиков, мини-флакончиков с распылителями. Обратите внимание, по полтора миллилитра, что вполне себе достаточно, чтобы разносить тот или иной аромат, который вас интересует, и понять, нужен он вам в коллекции. К тому же нам упростили выбор, потому что здесь вот на этой коробочке изображено оформление флакончика, собственно, и QR-код. На этот QR-код вы можете навести камеру своего смартфона, смартфона, и сразу же окажетесь на страничке желаемого аромата. И мало того, хочу вам сказать, что по результатам тестирования этой великолепной подборки, со многими ароматами, кстати, и с которыми я не знакома, я уже заказала себе один классный аромат. Что это будет за аромат, я вам скажу по ходу этого видео. А мы сейчас с вами давайте приступим. Итак, ароматы Серж Лю Танса, они настолько сложные порой для восприятия, что должны восприниматься нами как дорогие, богатые, шикарные картины, которые хочется рассматривать и рассматривать, находя каждый раз разнообразные нюансы. Также и эти ароматы хочется расслушивать буквально каждую минуту, они игривые, переливчатые, выдают разнообразные ноты, сложно сочиненные, поэтому, ну, скорее всего, для неподготовленных носиков основная масса парфюмов от Сержа Лю Танса будет довольно-таки странна и тяжела к восприятию. Но на этих ароматах действительно очень хорошо тренировать как свой нос, свое восприятие тех или иных нот, а также и свой парфюмерный вкус. Потому что, да, все ароматы Серж Лю Танса являются признаком хорошего вкуса, если хоть один из них есть в вашей коллекции. А благодаря вот такому вот аромабоксу у вас их может быть сразу 8. Итак, вот такие сложные, противоречивые, при этом прекрасные произведения парфюмерного искусства от бренда Серж Лю Танс. Итак, давайте с вами начнем. Тут представлены разные линейки этих ароматов. Есть что-то подешевле, есть что-то подороже. И вот линейка в таких вот, видите, прозрачных флакончиках, таких вот как льдинки, она обычно продается подешевле. И сами ароматы довольно-таки попроще звучат. Но вот с основной массой из этой подборки я не знакома. Итак, Ле Дармуас. Тут, кстати, названия такие сложные, действительно, для произношения, как и сами парфюмы. То есть без ошибки будет сложно произнести. Ле Дармуас. В общем, что, собственно, это и переводится буквально как полынная вода. Парфюм состоит, ну, из пары-тройки. Но давайте я напомню себе и вам, как звучит этот парфюм. А может быть, вы вообще с ним не знакомы. Так, я взяла второй парфюм из этой подборочки. Так, секундочку, вышла небольшая накладочка. Вот он, Ле Дармуас, не по порядку взяла. Вот он, вот он. Так, правильно ли всё, да? Так, вот он, Ле Дармуас, полынная вода. Вот не перепутать бы. Но вообще никогда не перепутайте, потому что все вот эти мини-флакончики, они подписаны. Я просто случайно взяла не тот флакончик. Итак, это такой пряный, довольно-таки свежий, но при этом пряный парфюм. Ну, вот полынная вода. И в нём, хоть он и не очень-то дорог, да, собственно, это сразу чувствуется ДНК бренда. Серж Лютанс. Те, кто не понаслышке знакомы с ней, не с одним, а с множеством ароматов от этого метро парфюмерии, сразу могут вычленить вот эту вот характерную пряную ДНК бренду, которая прослушивается из аромата в аромат. Здесь хорошо прослушиваются цитрусовые нотки, травянистые, специевые. Этот аромат довольно-таки тёплый, при этом пряный. И, несмотря на вот такое вот весёленькое оформление, я думаю, что лучше всего он подойдёт для ношения именно в прохладное время года, потому что он согревает. Тут вот такие вот довольно-таки пряные, очень яркие акценты на бессмертник, на бергамот и на пряности. Вы знаете, пахнет немножечко даже бабушкиным шкафчиком с лекарствами. Но вот такое звучание характерно для многих ароматов от маэстро Серж Лютанс. Балынная вода. Вот как назвали парфюм, так он звучит. Так горьковато, пряно, травно, полынно. При этом, ну вот какая-то небольшая сладинка в нём прослеживается. Второй аромат, тоже сложное название. Так вам показать, чтобы, да, правильно. Вот обратите внимание, какие прекрасные цвета жидкости. Называется религия. Все названия и как выглядят полноразмерные флакончики я вам, естественно, буду вставлять. Потому что, ну и произносится каждое название очень и очень сложно. Вот эту религию я уже брызнула, по-моему, сюда. Ну вот, давайте посмотрим, какой прекрасный цвет жидкости. Так, где у тебя кнопочка? Вливайте, кстати, себе чайку, кофейку, потому что этот обзор, наверное, будет на полчасика. Но вообще про каждый из ароматов от маэстро Сиарш Лютанса, про один, да, можно... Что у меня сегодня всё падает? Можно говорить, собственно, там, часами. Итак, парфюмерная композиция свежо-ладанная. В ней присутствует дымность холодного ладана. Опять же, слышны хорошо белые лепестки жасминовых цветов. Тут также есть некоторая животная нотка цибетин, то есть цивета. И вот этот цивета во многих ароматах отсылает нам к парфюмерии настоящей французской старой школы. Довольно-таки свежий, очень холодный парфюм. Это религия. Ладана здесь не очень много в общепринятом, знаете, таком понимании. То есть православного ладана здесь нет. Здесь какой-то, знаете, такой довольно-таки прохладный ладан. И мне кажется, что этот аромат точно не будет вас согревать прохладными, холодными зимними, прохладными промозглыми осенними вечерами. Скорее всего, он в основном будет восприниматься как вечерний летний парфюм. Такой вот, знаете, не слишком. Он всё-таки такой воцерковлённый, как это говорится. Не слишком духовный. В общем, парфюмерное произведение искусства, которое, в принципе, можно носить. То есть возраст какой, да, ну, думаю, абсолютно априори в большинстве своём, за некоторыми исключениями, он понравится девушкам и женщинам, кому более 30 лет. Третий парфюм из этой подборки, конечно же, Берлинская Дева. Берлинская Дева, она была в моей коллекции, и я от неё избавилась. Вот Берлинская Дева мне показалась в своё время довольно-таки простым ароматом. Ну что, давайте сейчас послушаем, как пахнет Берлинская Дева. На данный момент тут вот такие вот, видите, тёмненькие распылители, поэтому мне в таком вот полумраке достаточно сложно определить, где он находится. Так, пусть немножечко разветрится. Да, это она. Это шикарная бордовая роза на таком вот основательном стебле, выпустившие шипы, уже, знаете, в апогее своей зрелости. Причём это роза свежесрезанная. Она ещё не успела постоять в вазе. И для меня этот парфюм, он, знаете, звучит как действительно монороза. Роза монороза, такая довольно-таки сладковата, специевая, такая вот пряная. Ну, в принципе, я встречала, да, в некоторых сортах роз именно вот такой вот запах. Вот, видимо, поэтому я от него и избавилась, что для меня этот парфюм звучит довольно-таки прямолинейно. Но если вы почитательница натуральных, сочных, искрящихся, свежих, дорогих и богатых розных запахов, кстати, про аромат болгарского розового масла здесь не может быть и речи. Здесь вот такая сверхмеганатуральная, пряная, такая чайная, скорее всего, роза, то, пожалуйста, это к вам. Опять же, аромат достаточно прохладный. Его время, скорее всего, весна для большинства. Ну, я рассказываю, давайте буду рассказывать, как для меня. Для меня время этого аромата – это весна, лето. Он не грустный, он такой довольно-таки бодрящий, освежающий, подойдет, как утренний парфюм. Давайте не будем в этом видео вдаваться в истории каждого аромата. Этот аромат, как и большинство нишевых парфюмов, и все ароматы из линейки Серж Лютанса имеют, знаете, такие корни, прям такие основательные, имеют под собой очень интересную историю. Опять же, если мы с вами будем углубляться в историю каждого аромата, то видео выйдет точно на 6 часов. Я все ссылочки оставлю в описании. Ссылочку на этот аромабокс вы также можете пройти, посмотреть, что входит в состав этого аромабокса, и прочитать каждый парфюм, про каждый парфюм, не только, например, в интернет-магазине «Рандеву», хотя там довольно-таки точное описание, но и на других ресурсах. А, в общем, вот такая вот моноперченая, пряная в самом соку роза «Берлинская дева». Ну, история про нее сами можете прочитать и решить, нужен вам аромат с такой историей, либо нет. И четвертый парфюм из этой подборки, это уже мой любимчик, который уже, наверное, третий раз живет в моей коллекции. Сейчас это, по-моему, полноразмерный флакон, сейчас на даче уже не помню, по-моему, это сотка. Пользуюсь сама, делюсь с огромным удовольствием. И уже много-много лет это один из самых моих любимых парфюмов «Целлофановая ночь». Еще этот аромат, сейчас будут меня поправлять, я знаю, знаю. Называют еще и «Мерцающая ночь». Он звучит очень сложно, но при этом достаточно классично. Сейчас я еще раз его понюхаю, убеждусь, убежусь в том, в чем он мне напоминает. Это очень красивый, жасминово-персиковый. Аромат персиковый здесь достигается в звучании за счет нотки «Асмантуса» с легким кожаным аспектом. Еще с дополнением фруктовых нот. Очень яркий, позитивный, свежий. Опять же, для меня весенний, летний аромат, который подойдет на любое время дня. Как утром будет прекрасно освежать, так и днем. Очень статусный, дорого-богато звучащий. И почему он существует в моей коллекции? Потому что для меня эта парфюмерная композиция звучит в одном ключе, но более гармонично. В общем, в одном ключе со «Жадор» от бренда «Диор». Это вообще не одно и то же, но какое-то такое сходное параллельное звучание в раскрытии этих ароматов есть. Разве только что, что «Мерцающая ночь» она немножечко послаще, покруглее, не такая пронзительная, более объемно звучит. И мне кажется, более дорого звучит. То есть это не такой вот проходной люкс, которым пахнет каждая... Ну, сейчас уже каждая вторая, конечно, «Жадором» не пахнет. Но одна из 50 точно пахнет «Жадором», особенно в офисе. Вот этот парфюм, он все-таки намного более статусно звучит. Это один из самых приятных, понятных, буквально на ура воспринимаемых девушками. Это женская парфюмерная композиция, на мой вкус, девушками и женщинами. То есть это один из абсолютно носибельных парфюмов от бренда «Серш Лютанс». Он имеет довольно-таки люксовое звучание, но, естественно, с нишевым качеством ингредиентов. И этот парфюм должен понравиться всем. Вот такая вот целлофановая мерцающая ночь. Очень красивый парфюм. Если вы с ним еще не знакомы, то априори я вам его рекомендую. Переходим к следующему столбику. Вот тут вот, да, пятый парфюм. Вот они два будут идти вот в таких вот прозрачных флакончиках. Они похожи на льдинки. У меня тоже был из этой линейки один парфюм. Но они, мне кажется, довольно-таки простоватыми. Ну вот с санталбланком, санталбланком и ледой поле, в общем, что переводится сено, собственно, то сено-солома. Я вот с этими ароматами не знакома. Ну, давайте познакомимся. Ну, санталбланк, белый сандал, само название говорит о том, что, да, санталбланк я взяла, раз, два, три, четыре, не перепутать бы, что этот аромат будет посвящен сандалу. С ароматом я была не знакома. И давайте я вам расскажу, как он пахнет. Собственно, тарасольным сандалом, либо сливочно-кремовым сандалом, да. А вдруг вы тоже не были с ним знакомы, а я познакомилась с этими ароматами, ну, буквально, да, накануне. Это, да, сантал, который обладает легкой рассольностью, которая в совокупности со сливочностью дает вот очень модное сейчас направление звучания, вот такое вот нежное, офисное, которое подходит для мужчин и для женщин. Это теплопряный древесный парфюм, в котором, вот действительно, да, сантал он, сандал, собственно, нота сандала, вот эта древесная составляющая, она имеет прохладное, нетеплое направление звучания. Она обладает легкой рассольной ноткой, но при этом она округляется за счет других вкраплений парфюмерных ингредиентов в композицию, еще и какой-то довольно-таки такой объемной сливочностью. Парфюм создан довольно-таки давно, да, не вчера, собственно-то, но вот на данный момент, когда так модные санталовые ароматы, он как раз на пике своего времени, то есть или когда-то он опередил свое время. Лед и поле, то есть сено, да, сено тоже ранее не была с ним знакома, поэтому давайте с этим сеном. Я вас тоже познакомлю. Сено-солома, да, вот Серж Лютан же, вот Воджу, он выдумщик. Так, столько много сложных ароматов, но мне, так как я люблю это направление и очень хорошо принимаю, то, как компонует Серж Лютан своей парфюмерной композицией, в принципе, легко, да, это воспринимать. Итак, вот это вот сено для меня, это, знаете, такой мужской свежий парфюм. Он свежий, цитрусовый, нельзя, чтобы сказать, древесный, но он травный. Он мне напоминает что-то такое из, опять же, люксовой мужской парфюмерии уровня Диор, уровня Герлян, наверное, да. Так, мужской-мужской по звучанию, на себе бы я носить такой не стала. Это довольно-таки свежий, такой немножечко суховатый парфюм, но вот с цитрусовыми вкраплениями. Знаю, что здесь вот заявлен Ладан, но вот со вчерашнего дня, сколько я не пыталась выслушать здесь нотку Ладана, опять же, в привычном понимании вот такого вот православного Ладана я здесь не чувствую. Здесь какой-то другой Ладан, он, опять же, придает парфюмерной композиции, знаете, какого-то такого холодка, да, такой вот довольно-таки брутальный парфюм. Ну и ноты здесь, да, опять же, ветивер, это классическая мужская нота, хотя парфюм, скорее всего, предназначен как для мужчин и для женщин, но это абсолютно не мое направление. Здесь у нас ветивер, да, собственно, это сено и Ладан, всего парочка нот в составе парфюмерной композиции. Она довольно-таки слабо ощутимая, вот эта сама туалетная вода недорого стоит, опять же, по нынешним меркам, раньше она недорого стоила. Я думаю, для мужчины, как парфюм на каждый день, можно приобретать его смело, несмотря на всего лишь три нотки в составе аромата, он все равно звучит с ДНК бренда Серж Лютанс, ни с кем, ни с чем другим. Это не спутаешь, поэтому звучит очень дорого и благородно. Вот смотрите, три ноты, да, ветивер, ладан и сено, а звучит вообще и солома, да, как вот создать ноту соломы, я не представляю, но звучит просто божественно. Так, седьмой аромат из этой подборки, вот смотрите, какой у нее красивый флакончик, надеюсь, вам будет видно, давайте вот так поближе, да, вам покажу, чтобы вам все было видно. Конечно, парфюмерная композиция носит наименование «Крещение огнем». В нашем городе никогда не был представлен этот аромат, ну и вообще, хотя линейка лет 5-6, возможно, 7 назад у нас в бутике Орде была полностью представлена, сейчас, естественно, нет. И вот из того, что в бутике было все представлено, я всегда располагала денежными средствами для покупки желаемых парфюмов, а не только сейчас, когда я занимаюсь распивом и веду свой блог. Еще до того, как я начала вести свой ютуб-канал, я скупала все, что дорого и богато, это я к тому, что, помните, ход бежу, да, я приобрела, ну и также я приобретала и бюджетные парфюмерные композиции всегда, потому что тема парфюмерии мне интересна независимо от ценового сегмента. Так, в общем, отступила я от темы «Крещение огнем», читала отзывы на фрагрантике, что только тут про него не пишут, и порох, и какие-то вот кровавые сцены, да, собственно-то, людям рисуются, и я боялась его заказывать вслепую, хотя была часть отзывов, которые говорили, что это лучший рождественский парфюм на тему имбирных пряников, да, на тему горячего глинтвейна, чего-то такого. В общем, но больше отрицательных отзывов, я так думаю, что, ну ведь же, мы все знаем, что ароматы «Серж Лютанс» подверглись, ну, по крайней мере, трехступенчатой переформулировке. Сначала были флакончики «Спали Роялем», ну, думаю, любители знают, как это выглядит, там были сверх-мега насыщенные и сложные к парфюмерной композиции. Даже по «Ванильному лесу», «Умбуа Ваниль», я могу судить, у меня были все выпуски, и сначала они были столь насыщенные, что даже их было сложно на себе носить. Потом они были перелиты во флакончики с более простой этикеткой, тоже такой бежевый, где не было значка «Пали Рояль». А вот там тоже были достаточно такие вот, но уже менее, да, такие насыщенные парфюмерные композиции, что не является плохо, они стали более носибельными. И сейчас флакончики с черными этикеточками, возможно, по отзывам потребителей, произошла небольшая переформулировка парфюмов, потому что, ну, производителям брендов же хочется иметь прибыль, да, от реализации своих товаров. Вот, и какие-то ненужные ноты были минимизированы, то есть, как вот здесь вот, нота ладана, нота пороха, нота цибетина, опять же. И вот когда я попробовала этот аромат «Крещение огнем», кстати, «Крещение огнем», вот, потому что недавно буквально про него читала, это парфюмерная композиция, которая создана Сержлю Тансом по его восприятию, по его ощущению, да, после того, как он посетил рождественскую ярмарку, и вот там были сладости, вкусняшки всякие, да, и тир тут тоже был. Это изначальное, да, восприятие, как он создал этот аромат. А потом ноты вот этого пороха, а ноты металла, насколько я поняла, расслушав этот аромат и даже заказав его, они минимизированы. И наперед выступили более такие гурманские носибельные акценты. Хотя нотка цвета, которая здесь добавлена также в изрядном количестве, сейчас, мои хорошие, посмотрю, где тут распылитель, она все-таки осталась, но нотка цвета, она, опять же, хоть немножечко животная, но она здесь придает парфюму вот такого вот французского классического шика в раскрытии на фоне вот этих прекрасных нот. Это горячий, действительно рождественский, праздничный, умиротворяющий, очень не то, что вот, опять же, не то, что теплый, прям горячий парфюм. С первых нот я слышу ноты глинтвейна, ноты глинтвейна с цитрусами, с мандаринами, с апельсинами, чуть-чуть попозже еще с перчиком, да, причем с перчиком именно черным, таким жгучим. Далее присоединится сладкий имбирный пряник, этот имбирный пряник, у которого, возможно, опять же, тоже лимонная начинка, потому что кислинка цитрусов здесь прослеживается от самого начала до завершения этого аромата. Никаких нот пороха, никакого металла я тут не услышала, держится парфюм уверенно на коже. Вот его я очень хорошо проверила, естественно, перед тем, как его заказать, как и что, не будет ли он выдавать каких-то причуд раскрытий, но на мой вкус это прям мое-мое. Держится он весь день на коже, причем на одежде будет держаться дольше. Вот хочется про него побольше рассказать, потому что этот аромат понравился мне более всего из этой подборки, из всех парфюмов, которых у меня нету на настоящий день в коллекции. Ну вот феминито у меня есть, да, не феминито, целлофановая ночь у меня есть. Ну вот еще один парфюм, он будет завершать эту подборку, который у меня был. В общем, такой пряный, коричневый, специевый такой, на каком-то этапе раскрытия он даже напоминает, знаете, базарчик-развальчик со специями. Вы проходите, вот так вот прям вот этот вот шлейф специевый тянется, и какая-то сладость, имбирность, и ванильность, и прям праздник, да. Прям рассказываю и сразу представляю, что здесь у нас на даче мы наряжаем елку, вешаем разнообразные гирлянды. Я сварила вкусный глинтвейн, и у всех очень-очень хорошее праздничное настроение, которое будет длиться очень долго. Теплый, согревающий, уютный. Мужу моему он очень понравился, он сказал, очень приятный и интересный, что немаловажно. Парфюм абсолютно непроходной. Нотки цибетина здесь немного, она есть, она дает вот этой животности, она дает вот этой вот так называемой классической парфюмерии, знаете, лучших парфюмерных домов, такую небольшую туалетную нотку, которая чуть-чуть, чуть-чуть, она звучит в этом парфюме, она не мешает его, она не портит, она с кожи не звучит ни в коем случае, но, возможно, если у вас не очень натренированный носик, вы ее не услышите, да. Ну вот что-то такое, вот как раньше в Паузон Диор, да, вот добавляли, что-то такое, ну просто, ну невозможно красивое, как в парфюме Ивсен Лоран, да. Вот такая вот нетленная французская классика, которая сочетается со столь модными специями, пряными, душистыми и гурманскими в форме имбирного лимонного пряника. И имбирь, и лимон сочетание, да, просто великолепно. Вот, то есть получу флакончик, обязательно вам расскажу, я просто в восторге. И вот не знаю, вот как вот после этого доверять отзывам, где пишут про порох, металл, какую-то кровь, да. Для меня абсолютно жизнерадостный парфюм. Ну и создан он, опять же, от жизнерадостного впечатления рождественской, собственно, этой ярмарки. Так оно и есть. А у кого-то у людей, видимо, родились какие-то больные фантазии. Кто не почитал, на основе чего был создан этот парфюм. А просто, да, название крещения огнем у людей уже понесло, понесло. Ну, в парфюмерном мире так часто бывает. Кого-то как понесет, так и, блин, пропоносит, да. Ну, мы с вами часто это наблюдаем. Не знаю, может, у людей ПМС бывает, или хотят просто гадости написать. Ну, в общем, так далее и тому подобное. И закрывает эту подборочку парфюм, который у меня был. И я от него избавилась, потому что был он у меня, кстати, три раза тоже. От третьего флакончика я избавилась. Еще не факт, что он опять не появится в моей коллекции. Это, конечно же, феминито де буа. Лесная дева. Знаменитая, по-моему, я избавилась от него. Потому что он мне тоже показался довольно-таки простым в раскрытии. Вот у меня Датура есть Нуар. Ну, это просто обалденный аромат. Тут его нет в подборке. Но вы, наверное, смотрели уже где-нибудь у меня видео про все мои парфюмы от бренда Серж Лютанс. И даже когда я начинала только свой канал пять с лишним лет назад, я уже обозревала многие из этих парфюмов. Ну, вот оставила себе самые любимые. Целлофановую ночь. Целлофановую ночь. Датура Нуар. Унбуа Ваниль. То есть ванильный лес. И сейчас вот Крещение. Огнем ко мне едет. Так, феминито. Опять же, стопроцентное попадание в точку звучания ДНК Серж Лютанс. Это тот же шкафчик с пряностями, с легким лекарственным вот таким вот акцентом в каком-то старом-старом деревянном домике. Старый-старый, такой вот резной, с красного дерева, бабушкин шкафчик. Мы с вами открываем дверьки и видим там, нет-нет, не лекарства, а разнообразные, засушенные, целебные и, можно даже сказать, приворотные травы. Да, вот такие пучками у бабушки висят. И вот это вот все источает такой аромат. И вот прям вот так вот он вьется, вьется, вьется. Очень приятно, действительно, лесная дева. И тут же, знаете, не только же вот эти вот лечебные, целительные, какие-то магические травы, тут же еще и фрукты присоединяются. Ну, фрукты, как сказать, неправильно я сказала, ягоды в форме чернослива, да, специевость, вот такая округлость. Этот аромат тоже очень теплый, очень пряный, очень домашний, очень уютный. Он, как нельзя, лучше также подойдет для осенних промозглых вечеров, для прохладных, зимних, холодных, даже ледяных вечеров. Парфюм вас согреет просто на раз-два. И знаете, вот прям даже такое впечатление, мне просто сейчас не с чего делать глинтвин, мы на даче, у нас до ближайшего магазина будет километров сорок, да. А так бы, ну и вечер сейчас, видите, вот за окном там темнеет, окошко отображается. Так бы я все-таки съездила в магазин, но сейчас хорошего вина, конечно, не найдешь, да, особенно вот на периферии. А так бы сварила бы прекрасный глинтвейн. Ну, тоже навевает мысли о пряном, таком приперченном черном перцем с цитрусовыми корочками, вкусном сладком глинтвейне. Да, аромат достаточно сладкий, при этом пряный, укутывающий, обворожительный. Что-то, знаете, сейчас я наговорю, сейчас я его тоже опять закажу, уже четвертый раз получается. Уже жалею, что я от него избавилась. Ну, как обычно, да, избавилась для того, чтобы приобрести себе что-то новое. Но пока все ароматы сершлютанс у нас находятся в доступности, хотя, конечно же, все они потихонечку дорожают, но пока еще все их можно без проблем приобрести. Поэтому, да, вот буду думать. Пока Крещение огнем, это мой фаворит, он звучит однозначно интереснее, чем Феминид Дубуа. Феминид Дубуа, она такая приглаженная, она такая вот древесно-фруктово-специевая. А вот Крещение огнем, оно с такой вот заковырочкой, с такой вот чертовщинкой, да, что мне очень и очень нравится. Итак, мои хорошие, на этом я буду завершать это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. В комментариях, конечно, в обязательном порядке пишите, с какими парфюмами из этой подборки вы знакомы. И какие парфюмы особенно нравятся вам от бренда сершлютанс, даже если их и нет, в этой замечательной волшебной шкатулочке на магнитике, которую я себе сама подарила. Зачем мы очень счастливы. Смотрите, сколько ароматов, целых 8 ароматов топовых от бренда сершлютанс. Такой вот компактной коробочки, которую можно положить в любую сумочку. И стоит это с моим промокодом абсолютно какие-то смешные, более чем подъемные деньги на любой кошелек. Все, мои хорошие, закрывая это видео, пока-пока, всех целую. И до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok